вот это мой завтрак хурма я не фанат какого-то там питания я могу показывал вам сделать смузи съесть могу в данный момент согласно сезону для меня лучшим является хурма съел две хурмички все это мой завтрак обед как обычно первое второе и так далее 1 ноября итак первое ноября утепляемся ушки на макушке подмерзают поэтому отпустили наушники лес остыл и листья сбросил и так она звалась с татьяной я читаю ваши сообщения частности по питанию различные поступают вопросы есть множество направлений в питании а именно там обычное питание которое народ в данной местности вывел для себя и питается есть значит вегетарианское питание когда люди говорят я не хочу там кого-то убивать хотя если так разобраться растение тоже живое существо мы его убиваем для себя за счет него живем но и там сыроеды но все сырое все это хорошо отлично легкость идет очищение оздоровление порхаю и вот среди ваших сообщений когда читаешь есть такие сообщения которые говорят что этот человек новичок в этом деле наивен что ему там скажет что он будет принимать на веру а есть уже прекрасно подготовленные люди имеющие свое мнение свой опыт и с такими приятно общаться и вот в частности как раз пошли такие сообщения что вот вот тут как бы надо отличать отличать две вещи одно дело вот смотрите человек пришел там ну скажем на сыроедение он перешел питается там первый месяц два чувствует улучшение легкость и с учетом своего опыта начального опыта вот примерно трех тире полугодовалой давности он говорит ох как хорошо и начинает приводить доводы вот и вот и теоретические доводы что по мнению людей по мнению там ученых что-то такая соедческая диета делает то-то 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 лечит то-то 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 и даже может написать книгу в такую как я никого не ем лечение с помощью сыроедения различных болезней ну в таком духе ну вот проходит определенное время и в частности вот татьяна замечает что одна женщина лет двадцать про занималась сыроедением написала книги расписала как это хорошо и через 20 лет какие-то начались непонятные сдвиги в ее здоровье в такую неблагоприятную сторону что она перешла на так называемые кита диету какая-то кита диета кетоновая то есть все это латынь все это непонятно все это такое и опять начинает рассказывать как это хорошо в то есть человек не разобрался не понял что это питание которое он придерживался в начале и которую он расхваливал завело его в какие-то дебри которых он не разобрался не понимает и опять же цитируя татьяну из одной крайности кинулся в другую крайность вот кита диета это вот что-то такое хорошее замечательно и и дает какие-то там результаты вот я же никак в первую очередь не добьюсь от окружающих понимание самого главного что нет ничего такого знаете в нашем мире однозначного вот там питание дает энергию и все либо там с помощью его строится тело а значит нужны там белки жиры и углеводы разъясню на самом простом примере вот люди живут в данной местности вот вы видите из чего они делали свои жилища особенно тогда когда не было там не кранов не машин они делали жилища из подручных средств это глина это дерево это камыш и они хату делали довольно таки быстро в течение одного сезона по гостам площадочку утрамбовали где будет дом значит забили там эти направляющие стены колья сделали дранку эту дранку обмазали слоем глины с пометом получилась теплая стена а крышу накрыли камышу поставили печку и топили дровами кизяками то есть высушенным коровьем пометом и нормально а уже потом а то казалось а вот вы что видим вон она на здание уже из камней начали делать но это такое трудоемкое занятие так чему я веду да и жилище получалось прохладное летом и теплой зимой что что удивительно даже сейчас такой не могу делать чтоб она была прохладная летом этот кирпич каменюку надо как-то охлаждать кондиционерами а зимой надо протапливать к чему я это все виду мы вот живем в данной местности и потребляя все что здесь выросла это самое главное еще разок я подчеркиваю самое главное в питании это построить свое тело из пищевых продуктов которые растут или произведены в вашей местности которые приспособлены к климату условиям климатическим и временам года вашей местности с помощью пищи вы строите свое тело и не просто вы строите свое тело а автоматически за счет поедание пищи из данного региона региона своего проживания в это тело приспосабливаете делайте единородным к этой местности животные почему они не болеют в природных условиях если так все нормально то потому что именно их тела приспособлены все что тут есть именно они это используют свою пищу и они становятся частичкой поэтому их не берет ни жара не холод вот если нормальных таких условиях уже в зоопарках давно стоят надпись не кормите животных там хлебом булками и прочее вашей человеческой едой да они поедают эту пищу поедает но потом начинают болеть в некоторых случаях и умирает поэтому таблички с просьбой чтобы люди этого не делали поэтому вот это все знаете вот сыроедение там еще какие-то там такие вот выдумки кето диеты и т.р. т.т. вы берете какой-то аспект причем тот аспект который не важен для вашего здоровья для вашего здоровья самым важным является в питании это построение построение такого тела которое было бы связано с данной средой вашего проживания которое было бы единым с ним а не чужеродным потому что все что чужеродное окружающая среда начинает разрушать быстрее нежели то что было произведено из нее самой оно уже приспособлено еще разок повторю она уже приспособлено существует в единстве за счет вот огромное количество различных связей это основное что надо знать и понимать и об этом как-то как-то очень-очень вскользь упоминается что ваше тело материальное тело построенное из пищи из пищи и должно еще быть приспособлено и приспосабливается опять таки за счет качества пищи которое здесь произошло уяснили себе вот эту основную вещь вот надо вот это в первую очередь это уяснить а дальше уже двигаться куда-то и уже в свете этого я являюсь величайшим ученым слушаю Нина а алло 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 ты еще гуляешь? ты когда домой пойдешь? пойду я это просто ты как придешь не заезжай то скажи мне давай в май съездим хорошо съездим в май а то и хорошо что я с часами возле машины а то б я тебя и не услышал часы не берут хорошо я сейчас немножко похожу и это да позвоню тогда вот в свете этого я не знаю кто об этом говорил я особо как то не слышал поэтому уже на старости лет я так возомню себе величайшим знатоком питания потому что об этой части никто внятно не говорил по крайней мере я не читал так и уже из этого самого главного надо уже дальше делать какие то выводы какие то выводы как питаться что есть важно дальше понимать что у нас эволюционно эволюционно сложилась пищеварительная система которая приспособлена нашими предками многими многими поколениями к такой то такой то пище то есть одно дело что пища должно быть с этого региона и второе второе она должна быть вернее отбирается такая которую наш пищеварительный аппарат хорошо переваривать ну вот мы же собак не едим да собачек мы же не едим хотя можем и съесть собаку ворон мы не едим не едим да вот а собаки нас едят видите как они норовят она это ну все 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 отвалите надоели закружили можем ворону съесть но не едим вот были отобраны такие такие будут говорить растения такие животные которые наш пищеварительный аппарат нормально переваривает и усваивает то есть ученые не зря говорят о пищевой цепочке о том что мы там стоим на вершине там этой пищевой цепочки но при этом при этом не подчеркивается важно самая важная вещь что помимо построения тела из этой цепочки мы и приспосабливаемся к жизни в данном месте в данном регионе это очень и очень важно понимать все остальное второстепенно просто-напросто так что еще теперь дальше пойдем коснемся народного быта я уже как-то только что сказал что что народ в течение многих поколений многих очень поколений отобрал те продукты питания которые ему прекрасно подходят для летнего периода для осеннего периода для зимнего периода и для весеннего периода что можно вырастить что можно заготовить что можно хранить исходя из того что что человек имеет имеет там подвал вот вот и естественно на основе этого были созданы блюда которые уже ел человек можно конечно было было что-то там откуда-то привозить но это уже пошло не так давно ну примерно если так взять лет сто назад а тем более там сто пятьдесят двести лет назад народ жил оседла больше в деревнях и питались плодами рук своих что они могут здесь вырастить сохранить приготовить и съесть это тоже очень важно все это отобралось чисто практически путем проб и ошибок и нормально лишь бы это было вот а когда зимой человек начинает искать то что было летом то это уже как бы сказать вообще напряг на человека это раз то есть надо найти там эту пищу надо их как-то умудриться сохранить и в добавок я уже рассказывал вам повторюсь что продукты питания допустим огурцы и помидоры капуста там листовые которые растут летом они приспосабливаются сами продукты приспосабливаются к летнему периоду то есть когда жарко там сухо они себя охлаждают чтобы не испариться то есть их не такие свойства и летом когда человек поедает все нормально с помощью этих продуктов ему легко просто и он чувствует себя комфортно то есть его организм охлаждается и за счет этих продуктов идет построение тканей с такими свойствами далее продукты постепенно исчезает и получается что там другие созревают ага там орехи там еще что-то еще что-то и вдобавок идут продукты животного происхождения то есть животное которое здесь пасется оно так же приспособилось и употребляя продукты животноводства мы через эти продукты так же себя приспосабливаем это так же надо понимать и вот наступает холодное время года когда уже ничего не растет и животные и люди должны перейти совершенно на иное питание а они пытаются питаться так же как и летом то есть идет рассинхрон те качества продуктов которые были хороши летом зимой они не подходят для зимнего периода времени просто вот не подходит должны быть совершенно иные продукты как все это делается более-менее в природе как это делалось когда люди заготавливали эти продукты то что хранится можно конечно сейчас заморозить помидоры там огурцы капусту но вот увы качество охлаждающие зимой начнут делать свое дело далее с возрастом у человека уменьшается количество воды в организме и выработка тепла два фактора и так как мы применяем питательные вещества которые нас добавок еще охлаждают то через двадцать лет допустим сервического рациона когда если человек начал этим делом заниматься там сорок лет и раньше там тридцать лет и еще это позволяло ему его вот эти вот теплотворные способности организма были на достаточно высоком уровне справляться со всем этим он чувствовал себя нормально действительно все было хорошо дальше с уменьшением этих способностей получается что он не понимая себя преднамеренно охлаждает и все это естественно начинает сказываться на работе его организма и начинаются какие то какие то непонятные сбои и в том числе в том числе даже быстрое старение организма из-за нехватки тепла и вроде как человек ага питался питался все это хорошо выглядит ох как как приятно ох я такой а потом только раз все это как уменьшается и человек посыпался вот это что же надо учитывать и как раз вот этот феномен дальнодействия здорового образа жизни и питание в частности он не учитывается все думают что то что мы переваривали в 20 лет можем переваривать и в 70 лет нет большая разница вот об этом я так с вами немножко поговорил благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч спасибо